Итак, дорогие друзья, всем привет, шалом, добрый день. И сегодня у нас будет урок из Тиева. Из Тиева, да. Я приехал в Тиев. И, значит, вот сейчас у нас будет наш традиционный урок по Мишли, по Торе. Уже почти 700 уроков подряд у нас прошло. Почти 700 уроков, представьте, да. С Божьей помощью мы уже дошли. Второй раз мы проходим Мишлей, и сейчас мы находимся в 19 главе. Уже второй цикл, второй раз мы заканчиваем Мишлей. Шалом, дорогие друзья, Шаломанна, Станислав Сафир, Евгений Шарапов, все, все, Рахель Цицуашвили, постоянные ученики царя Шломомы. Представляете вообще, да? Он жил 3000 лет назад. 3000 лет назад в Иерусалиме он построил Иерусалимский храм. Он правил с 1920 по 1960 год. Представляете? И, значит, царь Саломон, он записал... До нас дошли три его книги. Он написал, что он написал больше книг. Но те книги были актуальны и для того времени. Каким-то образом они до нас не дошли. А Широ Ширим, Песнь песней. Мишлей, Притчи. И третья книга Каэлит, Экклезиас. Тоже мы прошли цикл уроков по Каэлиту. И даже вышла моя книга по этим урокам потом. И, значит, вот эти три книги, они уже 3000 лет идут из поколения в поколение. Поколения передаются в еврейском народе. Вот Яков Штайдин знает, что уже 678 на 40. Из поколения в поколение. 3000 лет, представляете? И мы сейчас удостоились изучать великую мудрость, величайшую мудрость, которая только есть в мире. Это фантастически. И вот, значит, Зальман, Зальман, Шалом. И мы подошли к 19 главе. 19 глава. Значит, до этого мы дошли, что... Как вы помните, да? Что нехорошо к силю, то оно... Удовольствие, наслаждение. Нехорошо к силю, к силе, то грешник по вожделению. И в итоге он стремится к вожделению, но оно его не насыщает. Это очень интересно, что современные психологи доказали, что когда человек получает какое-то удовольствие, то его вот эти вот... Значит, его система, да, система внутренняя, она привыкает к этому сигналу. Этот сигнал перестает ему приносить удовольствие. Ему нужно больше, больше и больше. И это вот то, что царь Соломон предупреждал всех этих грешников по вожделению, что если вы будете гнаться за вожделением, то в итоге оно же вас и убьет. То есть вожделения, они делятся на питательные разные, с едой связанные, с... Вожделения связанные с удовольствиями между половыми, и вообще, а некоторые даже однополовыми удовольствиями злоупотребляют, да. И, значит, говорит царь Соломон, что это вообще нехорошо. Нехорошо и не будет к силе вот этому грешнику по вожделению удовольствия. Так же это нехорошо, как рабу властвует над министрами. И этим он нам, метафора, этим примером, он объяснил, что нехорошо, когда тело властвует над человеком. Нехорошо, когда его хочу сильнее, чем его рациональное мышление. Надо, правильно. Это, ну, это ужасно, это неправильный ход. Так не должно быть, чтобы хочу управляло над надо. И дальше, в одиннадцатом отрывке, царь Соломон нам дает вот этот вот пример, главный пример. Главный пример. Как определить, в какой момент у человека его интеллект властвует над его жизнью. То есть, что является здесь главным критерием и главным инструментом, и главным и тренировочным инструментом, и индикатором. Сейчас мы узнаем. Смотрите. Сехель Адам Эрих Апо. Значит, Сехель это интеллект человека, он продлевает его гнев. То есть, он его делает долготерпеливым. Человек, он не гневается, да, другими словами. То есть, когда интеллект человека, он может останавливать его эмоции, а именно эмоция, самая мощная эмоция у человека, это гнев. То есть, гнев человека, это эмоция, которая возникает на разрыве между реальностью и ожиданиями человека. Когда человек гневается? Человек гневается, когда что-то идет не так, как он хочет. То есть, вот есть у него, его хочу, да, его как бы, вот я в этом мире, я хочу, чтобы было вот так, говорит человек. И он себе, каждый человек расписывает себе набор каких-то идей, правил, который он хотел бы. Сюда входят какие-то цели, ожидания от окружающих, ожидания от погоды, ожидания от себя, ожидания, ожидания, ожидания. Вот человек выстраивает в своем интеллекте такую систему ожиданий. Дальше, когда реальность, она входит в противодействие с его ожиданиями, у человека возникает гнев. Если это чуть-чуть расхождение, возникает скука, например. Это самая, скука, это самая маленькая форма гнева, такая, о, мне скучно. Что значит скучно? Ну, я хотел бы, чтобы было весело, а оно не весело. Это маленькая форма недовольства реальностью. Обида. Это тоже форма гнева, только она выраженная в том, а, типа, я обиделся, я не, ну, то есть, это мне не нравится. То есть, обида тоже форма гнева. Раздражение. Это уже более такая форма гнева, когда человек прямо, ну, блин, ну, почему все идет не так, как я хочу? И есть выраженный гнев, есть невыраженный гнев, это внутри, когда человек гневается. И есть вот этот вот выраженный гнев, а вот этот вот, это ярость, которая выраженная. Теперь говорит нам царь Соломон. Сехель Адам Рихапо. Интеллект человека, он может остановить вот этот вот его гнев. Это, как бы, вот здесь как раз и проверяется, здесь и проверяется, кто в доме хозяин. Если у человека его интеллект хозяина не хочу, тогда он говорит, ну, рационально. Есть желаемое, есть действительное. Я хотел бы, чтобы было так. Так, мир, он ведет себя, он же не мой мир, это мир, тут много людей, много событий, много всего. И человек, который управляет своим интеллектом, он не будет гневаться, то есть он сможет остановить свой гнев. И вот здесь как раз и проверяется, что сильнее. Вот это вот тупое, эгоистичное хочу или рациональное понимание, что мы живем в мире, который, ну, он меняется каждую секунду. Ты не можешь все предусмотреть, нереально предусмотреть, что будет завтра, как будет дальше двигаться мир. Это все нереально предусмотреть. Так, значит, вот, например, мне сейчас, я сижу в этом самом, в изоляции. Кстати, вот посмотри на твоем телефоне, тебе тоже приходит. Мы же приехали в Украину, сидим в карантине. И мне сейчас шлет, мне сейчас шлет вот это вот приложение, шлет мне, типа, сфотографируйтесь, подтвердите, что вы в изоляции. Наверное, есть, ну, должно быть оповещение. И жене, наверное, моей шлет. Но, ну, Дия, вот это есть приложение Дия. Дия в дома называется. Дия в дома. Неважно. В общем, а я провожу урок. И это не совпадение. То есть, это как бы, то есть, я не понимаю, что мне делать. Теперь, если я сейчас начну гневаться на то, что Дия сейчас шлет мне приложение, то есть, что от этого изменится? Теперь рациональный цех или адам, интеллект, он, эриха по, он останавливает. Останавливает гнев. Останавливает гнев. Потому что гнев это самая неадекватная и самая вредная для человека реакция. Самая вреднейшая, потому что мы знаем, что гнев разъедает. Мы уже учили много раз, это влияет на психосоматику. Человек пять минут гневается, потом там у него из организма вот эти вот вредные гормоны, которые вырабатываются, все это выходит потом неделями. То есть, гнев, он яд. Он разъедает психику человека, его эмоциональную сферу. Гнев разъедает отношения между людьми. Вы знаете, да, бывает за мелочь погневаешься, а потом поругался на всю жизнь. Бывает человек в гневе, не дай бог там убил кого-то, да, и сел в тюрьму на 10 лет. Все, все, гнев это страшная вещь. Написано, что в Талмуде, что тот, кто гневается, он как будто бы служит идолом. Каким он служит идолом? Он служит идолу, это его эго, себе, да, он служит. То есть, его я восстает против внешней реальности. Гнев абсолютно неадекватная, бесполезная реакция во всех его проявлениях. То есть, человек, даже если он внутри гневается, он себя же съедает. Себя же съедает, ему плохо. Теперь мы только прочли половину этого отрывка. Сехаль Адам и Риха По. Интеллект человека, он останавливает гнев и не дает ему выражаться, чтобы не повредить человеку в его жизни. Но дальше, говорит царь Саламон, следующая вещь. В этифарто великолепие. То есть, это уже уровень хай-левел, которого вообще к нему надо стремиться. Авор Аль Пеша, прощать проступки, прощать проступки. Это типа великолепие. Что это значит? Вот, например, кто-то поступает по отношению к вам неправильно. Вот я, Див Дома, вот я просто на них уже готов раздневаться на это приложение. Я считаю, что они неправильно поступают, потому что мы сейчас проводим урок Торы. И понятно, что хорошо Максиму, что он предупредил, что есть 15 минут, и можно в течение 15 минут сделать это. Но, по большому счету, очень часто люди делают какие-то вещи, которые мы расцениваем как преступления против себя. Как Пеша, проступки неправильно делают, несправедливо. Бывают реально какие-то преступники, бывают какие-то там вообще негодяи и так далее. Бывает, все это бывает. Теперь, ну как, что такое интеллект? Интеллект человека, он умеет управлять своими эмоциями, и он, значит, человек умеет управлять своими эмоциями, и он останавливает. Он думает, а с чем я буду думать? В любом случае, еще 5 минут осталось до конца урока, и я спокойненько сфотографируюсь. То есть, да, это интеллект. А великолепие, это вообще никак не реагировать. То есть, даже внутри не раздневаться, чтобы не было что останавливать. Это могут только просветленные люди. Вот просветленный человек, он уже соединился с Богом, и он понимает, что все от Бога, и все только к лучшему. Что бы вокруг ни происходило, это все от Бога, и все только к лучшему. И он, такой человек, он просто попадает в другую реальность. Как мы знаем, кто просветленный, кто не просветленный? Просветленный человек, он сияет. То есть, он сияет, он все время веселый, он все время спокойный. У него, от него идет вот этот вот Wi-Fi, от него идет вот этот божественный свет, потому что он прозрачный. А обычный человек, он какой? Он весь такой, как еж такой, да? Он весь такой обидчивый, он весь такой принципиальный, он всех судит, он на всех обижается, он все время вспыхивает или плачет. Это вот такой человек, значит, у него внутри, ну то есть, он очень несовершенный. То есть, его вот эта внутренняя интеллектуальная структура, она настолько, как сказать, несовершенна, что он постоянно или плачет, или гневается, или возмущается, ему все не нравится. Ему не нравится он сам, он на себя может возмущаться. Ему не нравятся люди, ему не нравится погода, ему не нравится, все ему не нравится. Это значит, что им управляет его хочу. То есть, он хотел бы, но даже хочу им не управляет, потому что, если бы он хотел и делал то, что он хочет, так он должен быть тоже счастливый. То есть, это самая непродуктивная реакция, это быть недовольным, гневаться, обижаться и так далее. Можешь что-то изменить, меняй. Не можешь, be happy. Don't worry, be happy, потому что это Бог делает. The Iom Asha Hashem. Этот день сделал Бог. Nadila Vani Smehabu. Будем ликовать и радоваться в нем. Все же понятно. Понятно, да, теперь? Вот здесь нам царь Самон показал вот эту вот главную точку, где надо тренироваться, и главная точка, по которой видно, в какой ты находишься сейчас в духовном уровне. Если ты гневаешься, раздражаешься, обижаешься и так далее, и не можешь это остановить своим интеллектом, это самый плохой уровень, то есть человек, который живет, он разболтанный такой эмоционально. Самый высокий уровень, великолепие, когда ты вообще овер аль пеша, и написано интересно, что... В Талмуде написано, что... То человек, который может переступить через свои вот эти обиды, ему с неба прощают все обиды, ведь все же работает мера за меру. И человек, который не обижается на других, не судит других, в этот момент ему с неба прощают все обиды. И следующий отрывок, 12, он как раз об этом. Написано так. Наам как фир зааф мелых. Как рык льва гнев царя, имеется в виду Бога. Укиталь аль эсев рецуно. И как роса на траве его желания. Значит, вот этот главный принцип, который показывает, как человек взаимодействует с Богом и с реальностью, то есть все же внутри человека. Если человек, он внутри, он любит, у него добрый глаз, ему нравится мир, у него внутри есть, вот, ему все нравится, он позитивно судит мир, у него все как бы, ну вот он в мире идет, он в шаломе идет, да, вот как Шлома Амеллах, он идет в шаломе, в шаломе с миром, с собой. В этот момент та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. В этот момент Бог с ним начинает взаимодействовать так же, как человек с Богом. Как написано, что Ашем сельха, это царь Давид говорил в псалмах, Бог как тень от твоей альят и менеха, как тень от твоей правой руки. То есть, если ты становишься, ты прощаешь всем, ты не обижаешься, ты довольный, ты радостный, ты все принимаешь. В этот момент Бог начинает так же относиться к тебе. Теперь, если наоборот, как здесь написано, ты гневаешься на всех, ты недоволен, ты раздражен, ты весь вот таких вот ба в конфликтах, то ты включаешь гнев царя. То есть, Бог начинает с тобой, то есть, ты входишь в реальность, когда Бог, он все время тоже гневается. И что вокруг тогда таких людей? Те, кто начинают гневаться, я видел своими глазами, вокруг них не остается никого. Выжженная земля, никто с ними не хочет общаться. Им начинает, ну, рано или поздно, этот гнев их же и съедает. И наоборот. Когда человек, он, мера, что человек меряет, меряют ему. Он другим начинает помогать, уступать, улыбаться, говорить комплименты и так далее. Это как роса на траву. То есть, у него вокруг начинает все расцветать, он сам начинает расцветать, он доволен, он радостный, он просыпается, он благодарный, он счастливый. И, соответственно, у него начинает, он притягивает эти же события в свою жизнь, и все у него будет хорошо. Вот, сегодня мы узнали очень глубокие тайны, как устроен мир, как Бог управляет миром. Все идет изнутри, поэтому вначале нужно самому избавиться от гнева и перестать обижаться, перестать требовать, перестать, ну, то есть, перестать создавать внутри себя напряжение, заставляя мир, как пел этот Макаревич, не будем продебаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Мир не прогнется ни под кого. Мир это мир, ты это ты, и человек, который гибкий, понятное дело, что он легче идет по жизни, чем человек, который пытается сломать мир, сломать людей, сломать реальность. То есть, есть, которые пытаются ломать, но они сами потом же и ломаются, да. Все, поэтому, чтобы было, давайте, я желаю всем, чтобы было благословение божественное на каждом, на каждом, кто смотрит и слушает, и находится в рамках платформы Ваикра, на всех преподавателей Тора, на всех, кто учит, изучает Тору, всех, кто хотят постигнуть божественное знание, чтобы было на нас, на всех благословение, как роса на траве, такое мягкое. Знаете, дождь, он бьет, а роса на траве, она такая мягенькая-мягенькая, она, роса прям, от нее все расцветает. Все, всем прекрасного дня, шаббат, шалом, всего хорошего, все, шаббат, шалом. Напишите, пожалуйста, свои выводы, поделитесь своими выводами с друзьями, поделитесь уроком, все, встречаемся с Божьей помощью, воскресенье. Счастливо.